Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать историю про судей телепатов. Как ни странно, так и бывает. У нас история развивалась в Сосново-Борском городском суде Ленинградской области. Мы представляем интерес ответчика. Физическое лицо обратилось в суд с требованием взыскания неустойки в сентябре 2016 года. В связи с неявкой сторон двойной в декабре 2016 года дело было оставлено без рассмотрения по 222-й ГПК. К марту 2017 года дело было сдано в архив. Так вот, в связи с оставлением заявления без рассмотрения у страны есть два варианта поведения. Либо обращаться в суд заново, либо пытаться восстановить производство по этому делу в связи с тем, что, значит, отпали обстоятельства, которые были уважительными, значит, которые послужили причиной неявки. Страна пользуется своей возможностью обратиться в суд повторно. 27 апреля 2017 года, но уже к другой судье, подается новый иск. Значит, производство по данному делу идет, мы направляем заявление о пропуске сроков исковой давности, поскольку там, но буквально на день пропущены сроки исковой давности. Что делает судья? Судья, значит, оставляет данное заявление без рассмотрения. В связи с тем, что в производстве суда имеется дело о том же предмете и о том же основании. То есть, она говорит, что дело, которое было сдано 30.03 в архив суда, оно все еще находится в производстве суда. Значит, ну, как вариант. Либо, поскольку у нас определение вынесено 25.07.17, а с заявлением сторона обратилась о восстановлении производства по первому делу только 08.08.17, либо у нас судья получается экстрасенс, которая предвидела то, что по ходатайству будет восстановлено производство по первому делу, а вот судья, который восстанавливал производство по первому делу, он умудрился восстановить производство по делу, которое было прекращено более 200 дней назад. При этом, считая причины пропуска, ну, то есть причины неявки стороны истца уважительными, несмотря на то, что сторона в этот период успела обратиться с новым иском. Вот у меня в связи с этой ситуацией возникает всего один вопрос. Кто из этих судей двух разных больше экстрасенс, у кого магии больше, либо у судьи, которая предвидит действие другого судьи за две недели до случившихся событий, либо у судьи, который восстанавливает спустя 200 с лишним дней производство по делу в связи с экстрасенс. Ответы прошу писать в комментариях. Кому необходимо, могу дать номер отдел. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо.